Здравствуйте, коллеги! С вами Максим Амельничук, автор проекта Риелтор на миллион. В этом видео речь пойдет о маркетинге агентства недвижимости, какие задачи решает маркетолог, какими качествами он должен обладать и где найти профессионала. Наверняка вы слышали фразу о том, что я знаю, что половина денег в рекламе тратится впустую, вот только не знаю какая. И грамотный маркетолог может привести компанию к резкому взлету. И, напротив, непрофессиональный маркетолог может слить любой бюджет, сколько денег вы ему не дадите, он все деньги потратит, запорит и, в общем-то, не будет ни денег, ни клиентов. Итак, какими качествами должен обладать специалист по маркетингу? В крупных компаниях, в средних компаниях, как правило, это выделенный специалист. Небольшие компании такими ресурсами не обладают, поэтому надеемся, что эту роль на себя берет руководитель агентства недвижимости. Итак, какими качествами? Первое качество – это то, что грамотный маркетолог должен уметь хорошо продавать. Должен уметь хорошо продавать. Если маркетолог не может, встретившись с клиентом, продать ему услугу, заключить с ним договор, в общем, он должен обладать навыками не хуже, чем ваш средний риэлтор в компании. Другими словами, вы отправляете маркетолога, он приходит заключенным договором. Если человек не умеет продавать, то это никакой не маркетолог. Кстати, в одном из предыдущих видео я рассказывал о тех качествах, которым должен обладать копирайтер. Умение продавать – это основное качество. Если человек не понимает принципов продажи, если человек не понимает этапов продажи, если человек не понимает структуры продажи, то он не сможет создать правильное сообщение, он не сможет выстроить воронку касаний, он не сможет написать правильный текст, он не сможет выбрать правильный канал рекламы, но в общем он некомпетентен. Итак, первый навык – это умение продавать. Второй навык – это, как следствие первого, знание психологии. Хороший маркетолог – это хороший психолог, он должен понимать тревоги, он должен понимать заботу, он должен понимать боль людей, он должен понимать, к чему люди стремятся, от чего они убегают, какие выгоды они получают. В общем, он должен видеть портрет, очень четко понимать и видеть портрет своего потенциального клиента с типичной аудиторией, с кем он работает. Поэтому второе качество, которое необходимо – это хорошее знание психологии. Ну и, наконец, третье качество – это стратегическое мышление, потому что у нас в недвижимости сделки достаточно длинный цикл сделки. Это не продажа какого-то товара, там, жевательной резинки на кассе, это не продажа пиццы. Ни в коем случае не умаляю достоинства маркетологов, которые занимаются продажей этих продуктов, тем не менее, сделка с недвижимостью – это длинный цикл. Поэтому мы должны выстроить серию касаний, мы должны научиться работать в долгую, не на прыгом, на скоком на человека, а напрыгнуть, наскочить на человека и забрать у него деньги и больше его не видеть. А мы должны выстроить серию касаний, как сделать так, чтобы увеличилось доверие, как сделать так, так, чтобы клиент понимал, что эта сделка для него выгодна. Поэтому третий важный фактор – это человек должен обладать стратегическим мышлением. Вот три факта, три качества, которым должен обладать грамотный маркетолог – умение продавать, психология и стратегическое мышление. Естественно, есть еще десятки качеств, которые необходимы человеку, но в рамках этого видео я не буду о них рассказывать. Причем, если вы посмотрите на ведущих маркетологов мира, я назову лишь несколько фамилий, такие как Дэн Кеннеди, Джей Абрахамс, посмотрите на Дэвида Агилви, посмотрите на Клода Хопкинса – это специалисты, которые вышли из сферы прямых продаж. Они продавали лицом к лицу. Они выходили, стучали в двери, им открывали хозяйки, хозяин дома, и они продавали, кто пылесосы, кто какую-то технику другую продавал. То есть, у этих людей за плечами огромный опыт прямых личных продаж, причем во многих случаях это холодная продажа. Во многих ситуациях эти люди писали очень грамотные тексты, цепляя за такие очень, скажем так, за боль, за какие-то проблемные места клиентов. И они показывали, что они хорошо понимают, с чем человеку приходится сталкиваться. А теперь давайте посмотрим, кто является маркетологами в большинстве агентств недвижимости. Как правило, это молодая девушка, которая недавно закончила ВУЗ и устроилась работать по специальности. У нее в дипломе написано «маркетолог», там специалист по рекламе. И она считает, что она во всем разбирается, она все знает. И, как правило, никаких навыков личных продаж у такого человека нет. Как правило, глубокого знания психологии, оно, как правило, отсутствует. Ну и стратегическое какое-то мышление, которое, где мы создаем, скажем так, весь путь, прорабатываем весь путь от первого касания до получения денег в агентство недвижимости и дальше продолжаем этот путь до получения рекомендаций и получения повторных сделок, в большинстве случаев этого тоже нет. Именно поэтому, когда мы проводим аудит компании, когда мы встречаемся с руководителями компании, я часто слышу фразу «реклама не работает, вот наш маркетолог что-то пытался в соцсетях сделать, какие-то там лайки он собирает, что-то там перепосты какие-то делает, а результатов нет. Мы вложили там 50, 100, 200, 300, 500 тысяч рублей, но клиентов нет». Ну вот, в принципе, если разобраться с теми качествами, которыми должен обладать этот специалист, то вы поймете, почему этих результатов нет. Что делать? Если вы руководитель небольшой компании, либо вы руководитель средней по размеру компании, то, естественно, базовой основой маркетинга необходимо разобраться самому. Необходимо прочитать, ну, как минимум десяток, минимум десяток книг о маркетинге. Под этим видео я предложу свой вариант, какие книги необходимо прочесть для того, чтобы обладать какими-то минимальными познаниями, чтобы нанять правильного специалиста, либо сделать все самому. Потому что, если руководитель компании не обладает компетенцией, то, естественно, он не сможет выбрать специалиста, он не сможет нанять сотрудника, потому что, ну, все, что тот сотрудник будет говорить ему, для руководителя будет темный лес. Есть еще один вариант развития событий. Мы его опробовали уже с рядом агентств недвижимости. Это ситуация, при которой мы прорабатываем с вами стратегию работы с клиентами. Мы определяем цели, мы определяем портрет клиента, мы определяем инструменты, с помощью которых мы будем работать с аудиторией. А уже непосредственно ваш специалист, он ведет эту компанию. То есть, мы прописываем планы, мы прописываем задачи, мы определяем цели компании, мы определяем инструменты, мы расписываем ее по шагам, а ваш специалист уже непосредственно на месте, уже исполняет техническую работу и внедряет эти инструменты. Несколько слов я расскажу о том, что непосредственно я внедрял в нашей компании, внедрял в агентствах недвижимости. Если, ну, я буду очень коротко, под этим видео вы увидите более подробную информацию. Мы проводили несколько десятков, ну, я сбился со счета, насколько я помню, более семидесяти автобусных туров мы провели, организовали. Более десяти распродаж квартир провели от начала до конца и весь цикл завершили. Мы написали книги, которые издали более семидесяти тысяч экземпляров, это напечатанные книги. В рассылке мы собрали базу подписчиков около двадцати тысяч человек, которым, я посчитал, отправили порядка двух миллионов писем, я уже сбился с количества писем, которые мы отправляем нашим клиентам. Проводили семинары для продавцов квартир, непосредственно я провел более порядка пятнадцати семинаров для продавцов квартир, сейчас это делают наши руководители офисов, руководители отделов продаж. В общем, более подробная информация есть под этим видео, какие инструменты мы внедряли, какие технологии мы использовали, что мы делали для того, чтобы привлечь клиента и что мы делали для того, чтобы реклама не пробивала дыру в бюджете, а приносила реальных клиентов и на каждый вложенный рубль мы могли получить два рубля. Под этим видео есть описание программ, в которых я предлагаю принять участие. Это могут быть как разовые консультации, так и серия консультаций. Это может быть годовое сопровождение вашей компании, которое позволит достичь поставленных целей. Переходите по ссылкам, выбирайте программу, которая подойдет вам и давайте сотрудничать в сфере маркетинга и продаж. Увеличивайте продажи, вкладывайте меньше денег и получайте больше прибыли. С вами Максим Амельничук, до встречи!